Окей. Значит, у нас сегодня аксиома выбора. Действительно, здесь должно быть основание теории множества, а не основание для теории множества. Ну, London is the capital of the Great Britain. Соря. Значит, часть 1, потому что раздел достаточно большой, и он большой даже не с точки зрения текста, а с точки зрения огромного количества ссылок на все подряд. И для того, чтобы, в принципе, разобраться с тем, что происходит, то есть авторы часто говорят, что мы здесь это рассматривать не будем, вот смотрите, вот здесь вот есть подробные результаты. В общем, мне пришлось довольно много чего посмотреть, и то я не все посмотрел, и поэтому довольно много времени заняло у меня, и поэтому я решил сделать только первую часть этого параграфа. Вот, вторая часть, видимо, будет на следующей неделе. Значит, в этой части пойдет речь о формулировке аксиомы выбора, о ее истории, о ее попытках ее доказать, попытках ее опровергнуть. В общем, о всяких таких вещах. Во второй части уже будет речь о ее применимости, о ее там каких-то содержательных различных свойствах и так далее. Ну, в общем, для начала нам понадобится то, что было в прошлый раз. Я здесь позаимствовал слайд докладчика с нашего предыдущего заседания. Теорема 5 нас конкретно интересует, что для всякого множества t существует множество, чьими членами являются те множества, которые содержат единственный элемент из каждого члена t. И на самом деле вот в этой теореме, я ее специально прямо подробно решил проговорить, в общем-то, суть аксиомы выбора с какой-то такой, ну, совсем простяцкой стороны, она и выражается. То есть у нас есть некоторое множество, и для всякого элемента этого множества, если оно является множеством, мы можем выделить один элемент, и вот эти все единственные элементы объединить в некоторое множество. Важные здесь особенности какие? Во-первых, множество t является расчлененным, то есть члены попарно-дизъюнктивны, не имеют общих членов. Далее, очень важная часть про то, что если t содержит пустое множество, то внешнее произведение тоже будет пустое множество. В аксиоме выбора как раз довольно много именно об этом речи идет. Ну, плюс-минус, я надеюсь, вспомнили, это исключительно от чего отталкиваться, потому что авторы как раз именно от этой теоремы исходят. Но вообще идея какая у них общая, структурная? Мы разобрали там достаточно большое уже количество аксиом, ну, в частности, общий принцип построения теории множества в данном случае в том, что мы берем какие-то аксиомы и путем этих аксиом делаем эти самые множества, которые нам необходимы для того, чтобы наша теория работала в принципе. И вот аксиома выделения или аксиома подмножества, она как бы нам помогает достаточно большое количество множеств создать. И у нас теперь возникает вопрос, вот это вот большое количество множеств, которые мы создали, его нам достаточно для того, чтобы наша теория была, удовлетворяла нас во всех смыслах? Или нам нужно какие-то еще подмножества, которые нельзя получить путем применения аксиомы выделения? И нужны ли нам вот такие вот другие подмножества, которые путем применения данной аксиомы получить нельзя? И в целом поднимается в итоге вопрос о выборе. То есть на самом деле вот это вот теорема 5, как я сказал, это вопрос о выборе. И первый вопрос, который возникает, то есть вот у нас есть бесконечное разделенное множество из непустых, ну расчлененное множество или разделенное, мне как-то расчлененное, звучит не так эстетично, но в принципе, я думаю, без разницы. Множество из непустых, множество натуральных чисел. Тогда по аксиоме выделения можно выделить множество представителей, этого множества через свойства быть самым большим числом. То есть для вот такого множества из непустых множеств натуральных чисел в принципе достаточно аксиомы выделения, никаких новых аксиом нам здесь не требуется. И поэтому как бы вроде бы отдельно поднимать вопрос об аксиоме выбора не имеет смысла. Но можно немножко поменять в исходном условии вместо непустых множеств натуральных чисел, сделать непустые множества действительных чисел. И тогда у нас не будет алгоритма для выделения из каждого подмножества этого одного элемента. Ну допустим, попробуем выбирать, допустим, наибольший элемент. И в отношении натуральных чисел у нас получится применять этот алгоритм, а в отношении действительных чисел не получится. Значит, аксиомы выделения недостаточно для того, чтобы решить поставленную проблему. И казалось бы, ну нельзя и нельзя. Но, как авторы отмечают, и в принципе это с этим, я думаю, можно согласиться, нам бы очень хотелось иметь аксиому выбора или вот этот вот самый алгоритм выбора с точки зрения наших каких-то интуитивных оснований. Ну дело в том, что нам действительно же вроде как очевидно, что если есть какое-то множество, которое содержит кучу других множеств, то мы действительно можем выбрать по одному элементу из каждого этого множества. То есть если подходить сугубо операционистски, вот у нас стоит какое-то множество каких-нибудь сосудов с чем-нибудь в каждом сосуде шарики, мы же можем подойти и взять из каждого по одному шарику. Естественно, проблема возникает именно в том, что множество сосудов у нас бесконечное, и то, что внутри сосудов тоже бесконечное, судя по всему, да еще и в разной степени сложности этой бесконечности. Но интуитивно нам очевидно, что у нас такая процедура вроде как должна быть. Вот, собственно говоря, поэтому аксиома выбора вообще в принципе рассматривается как то, что очень хотелось бы иметь в нашей теории множеств, потому что она соответствует нашим интуитивным представлениям. Ну и вот я здесь прямо, я не стал заморачиваться, каюсь, с переписыванием этой формулы с значками, которые у меня есть. Я просто скопировал скриншотом из книги вот эту достаточно большую формализацию. Это аксиома номер 8, насколько я правильно записал, что она 8? Сейчас я уже после off и to уже сомневаюсь в своих способностях что-либо записывать. Да, она точно 8. Вот, ну, можно в нее внимательно посмотреть, она еще будет фигурировать на дальнейших слайдах. Вот, ну, как бы авторы сами не останавливаются на подробном анализе формализации, потому что, ну, длинная формула действительно. Они содержательный анализ дают в первую очередь. Какое они придумывают определение, не придумывают, а первое определение, а вводят для аксиомы. Почему выделение-то написалось? Аксиомы выбора, конечно же, да. А вот, если ты это разделенное множество, не содержащее пустое множество, то его внешнее произведение не является пустым множеством. Это как раз вот эта важная история с тем, что у нас будут большие проблемы с выбором, если внутри множество в рамках, которые мы выбираем, будет пустое множество, потому что тогда такую процедуру для выбора из каждого множества какого-то элемента произвести будет нельзя, потому что в пустом множестве ничего и нет, собственно говоря. Вот. Здесь важно отметить, что такие параметры, как... параметры понятия, как выбор и... ну, связанные с этим вещи, почему вообще аксиомы выбора-то называются, Анатель все восходит к Цермела, он еще в начале 20 века, собственно, насколько я помню, придумал эту аксиомы и ее аналог. То есть здесь в прямом смысле имеется в виду некоторый выбор, что для всякого множества, которое находится в нашем целевом множестве, мы можем найти хотя бы один элемент и выбрать его буквально. И здесь, опять же, речь идет не о том, что мы как бы просто постулируем, что он как бы, ну, возможно, есть, а мы постулируем, что у нас есть вот эта самая конкретная процедура выбора для этого всякого элемента. Другое определение, которое тоже вводится... ну, не определение, а интерпретация, наверное. Если Т – это разделенное множество, не содержащее пустое множество, то его внешнее произведение не является пустым множеством. Это вот первое было, второе. Среди подможеств объединения Т есть хотя бы одно множество, чье пересечение с каждым членом Т является синглтоном. По сути, это, ну, одни и те же вещи, это эквивалентные вещи. В книге приводятся достаточно подробные доказательства, особенно для последнего, и можете там посмотреть, я их подробно записывать не стал, они достаточно длинные. Вот. Какое здесь есть следствие в связи с Тиаремой 5, которое там важное для нас оказалось? Внешнее произведение членов разделенного множества Т есть пустое множество, если и только если Т содержит пустое множество. Ну, то есть, опять же, вот про эти самые пустое множество здесь идет речь. Вот. Ну, и еще альтернативный тоже способ определять аксиомы выбора. Для всякого разделенного множества Т, в котором не содержится пустое множество, существует функция Ф, хотя бы одна, что для каждого члена С множество Т, Ф от С – это член С. Ну, то есть, просто функция, опять же, в прямом смысле выбора. Для каждого элемента множество, какого-то элемента этого множества. Вот. Другая такая версия, которая тоже, ну, как авторы отмечают, что она полезнее, хотя они не объяснили, почему она полезнее, и я, если честно, ну, посмотрев, куда они ссылаются, тоже не очень понял, почему она полезнее, ну, тем не менее. Практически то же самое, то есть, для всякого разделенного множества Т, в котором не содержится пустое множество, существует функция Ф, хотя бы одна, что для каждого члена С множество Т, Ф от С принадлежит С. Вот. Это, насколько я понял, вот именно это определение, оно, ну, одно из самых каноничных, потому что, ну, вообще, у нас там где-то 5 или 6 определений в книге представлены, есть еще много разных, которые, ну, так же, судя по всему, в зависимости от разной аксиоматики, они то эквивалентны, то неэквивалентны этим. Ну, вот это вот, который, подход к книге представлен, в рамках этого подхода и предлагается работать. Вот. Это, так скажем, формальная часть, вот так вот она, это аксиома выбора, невыделение, она, соответственно, формулируется в рамках, формулируется в рамках подхода в книге. Вот. Теперь немного об истории аксиома выбора. Значит, я уже это все выносить на слайды не стал, потому что это, ну, история, потому что, на самом деле, она, ну, в прямом смысле история, то есть тут просто перечисление идет каких-то более-менее, основных фактов. Ну, как отмечается, что, наверное, первая какая-то аллюзия к аксиоме выбора была представлена у Пиана, он там говорит о том, что, ну, переводя уже на аксиоматический язык, что невозможность предположить существование множества представителей множества T, так как она представлена, ну, вот, в нашей аксиоме, мы предполагаем конструирование некоторого объединения T через аксиому подможеств. Дальше, как бы, упоминается о том, что у Леви была тоже, ну, такая, как бы, схожая история. Ну, а в первую, таким основным, скажем так, основателем и изобретателем аксиома выбора является Сармела, по мнению. Ну, не по мнению, судя по всему, это вообще признанная точка зрения, и связывают это с теоремой Сармела вполне упорядоченных множеств. То есть, на самом деле, так, насколько я понял, что, на самом деле, аксиома выбора предполагает, что мы можем вполне упорядочивать множество, ну, так, скажем так, в первом приближении, а вполне упорядочивание множеств, оно, как бы, предполагает наличие аксиома выбора. Вот. Ну, у них там, скажем так, Сармела не сразу сформулировал, похоже, такую развернутую идею, там, чуть позже в Рассел, соответственно, ему, ну, развивал, развил эту идею. Вот. Ну, и, соответственно, с тех пор Сармела потом в ответ, ну, как бы, типа, как в ответ Расселу уже сформулировал ее в современном виде. Ну, и, соответственно, возник целый ворох проблем, связанных с этой аксиомой. В первую очередь, первая проблема с любой аксиомой, в принципе, которая возникает, это проблема непротиворечивости ее, то есть, ну, хотелось бы, чтобы аксиома не вела к каким-то противоречиям в рамках нашей теории. И вторая проблема, она связана с независимостью данной аксиомы, то есть аксиома должна, не должна следовать из других аксиом, если она следует из других аксиом, то она попросту является теоремой. Так, сейчас. Один момент. Так, так вот, насчет... Сначала речь пойдет о непротиворечивости. Ну, говоря о непротиворечивости чего бы то ни было, аксиомы или еще каких-то других вещей, трудно уйти от результата Геоделя о непротиворечивости самих теорий. И у нас здесь возникает такая забавная развилка, то есть у нас есть система ZF, то есть без аксиомы выбора пока, и у нас есть вопрос, является она непротиворечивой или нет, потому что если она является противоречивой, то в этом случае аксиома выбора сама по себе может сразу тоже оказаться и доказываемой, и опровергаемой. Ну, что будет означать, опять же, что как бы смысл вообще этим заниматься. По теореме Геоделя для того, чтобы доказать непротиворечивость ZF, нам нужна какая-то другая теория, более сильная, мощная теория. И поэтому авторы предлагают, что давайте мы просто будем вот те результаты и те рассуждения, которые здесь представлены в отношении непротиворечивости данной аксиомы, мы просто будем их записывать в, ну, скажем так, с предположением, что ZF непротиворечива. То есть мы просто, ну, это лучше, мы будем предполагать, что она непротиворечива, ну, и как бы нормально все будет. Ну вот, небольшая история представляю, то есть как пытались доказывать независимость и непротиворечивость. В 1922 году Френкель доказал независимость аксиому выбора, но он это сделал не для ZF, а для аксиоматической системы теории множеств, которая признает бесконечное количество объектов, которые не являются множествами так называемых индивидов. Очевидно, что данная аксиоматическая система расходится достаточно серьезно с аксиоматической системой ZF, потому что в ZF у нас есть только одно пустое множество, условно говоря. это единственный объект, который не содержит элементов, а вот в подходе Френкеля там было бесконечное множество индивидов, то есть объектов, которые сами по себе не содержат элементов. Отмечается, что Френкель использовал метод теории групп, и в математические, технические особенности здесь авторы особо не погружаются. В общем-то, они отмечают, что основной проблемой подхода Френкеля и Мостовский, который тоже развивал такую же идею, является даже не то, что аксиоматические системы разные, которые использовались, а то, что в итоге этот метод вообще не проливает никакого света на то, является ли аксиома выбора необходимой для того, чтобы у нас была функция выбора для некоторого множества t, множества действительных чисел или множества-множества действительных чисел и так далее. То есть технические результаты, повторюсь, были опущены, но вот в качестве вывода, во-первых, методологическая проблема, но основная даже не она, а то, что в итоге все-таки не совсем понятно, нужна ли нам эта аксиома выбора. Ну и вот в 1938 году, насколько я понимаю, это основной признанный в теме результат, во всяком случае, до определенного момента был, Геодель доказал непротиворечивость аксиомы выбора. Он сделал это через введение понятия конструктивных множеств и вообще через этот самый процесс конструирования и так далее. Некоторая ирония здесь, и авторы тоже это отмечают в том, что на самом деле, несмотря на название, этот процесс и вот эта идея Геоделя ничего общего с конструктивизмом не имеет. Хотя некое конструирование предполагается, но смысл его не в этом. Если обобщать, насколько я понимаю, идея Геоделя в том, что всякое множество, если оно конструктивно, оно должно быть понятно, что оно сделано, составлено из других множеств, более там, условно говоря, мелкого уровня. Ну, то есть, всякое множество у нас состоит из каких-то других множеств, ну, там, вплоть до пустого множества, которое есть, видимо, везде. Вот. Ну, опять же, здесь авторы опускают какие-то замудренные математические, технические подробности. Они просто отмечают, что вот именно за счет того, что мы, как бы, каждое множество является конструктивным, конструктивным, если абсолютно все множества, точнее, в нашей теории являются конструктивными, в этом идея Геоделя как раз, то аксиома выбора непротиворечива, она работает для всех таких множеств, ну, просто потому что для конструктивных множеств она работает в принципе. Вот. Без каких-либо особых проблем, возникающих здесь. Более того, там дальше через введение аксиомы конструктивности Геодель добавил к ZF аксиому конструктивности, получил ZF-C с плюсом, как она здесь отмечена, и ZF-C с плюсом доказывает, что ZF не противоречива, ну, прям по самому подходу Геоделя. То есть ZF-C с плюсиком, она более сильная теория, и, соответственно, она может доказать непротиворечивость ZF. Вот. И несмотря, опять же, на всю, скажем так, противоречивость и неочевидность аксиомы выбора, вот этот результат Геоделя, он на самом деле на какое-то время, ну, там почти на 30 лет, насколько я понимаю, смог убедить, что все-таки эту штуку, соответственно, эту аксиому нужно принять. Вот. Тем временем Френкель, Мостовский и, да, только они двое не унимались, что называется, вот, и доказали еще, что аксиома выбора не следует из аксиом с первой по седьмую, то есть доказали, как бы, независимость в очередной раз этой аксиомы. Как я понял, оттуда, опять же, каких-то серьезных технических подробностей не приводится. Я и в источниках смотрел, там, ну, как бы сложно все, да. Вот. Ну, будет плюс-минус понятно. Идея, опять же, у них заключается в том, что они все еще опираются на подход, связанный с индивидами, но теперь они, как бы, этих индивидов не признают, они понимают индивидов по-другому, они их понимают, как как их понимал Куайн, то есть Куайновское понятие индивида – это множество особого рода. И, ну, видимо, индивидные множества, имеется в виду, что там один элемент. Вот. И, соответственно, используя такой подход, они смогли показать, что аксиома выбора не выводится из предыдущих аксиом. Вот. Но на самом деле проблема независимости аксиома выбора и оказалась намного более серьезной проблемой, когда оказалась более серьезной проблемой, там с ней очень много было еще нюансов, то есть подход Фаренкеля и Московский далеко не всех удовлетворил, там с действительными числами были проблемы. И, в общем, держалась эта проблема до 1963 года, когда появился Пол Коэм и, собственно говоря, решил ее окончательно и бесповоротно. Но решил он не только это, он также доказал, что аксиома выбора является неразрешимой. Сделал он это, показав, что на самом деле множество, Гёдалевское множество конструктивных множеств, оно не исчерпывает множество вообще всех множеств, которые только есть в рамках теории. То есть на самом деле есть множество, которые не являются конструктивными, это значит, что не для всех множество работает аксиома выбора, и, в общем, аксиома выбора неразрешима принципиально. Значит, я подход Коэна посмотрел, потому что звучало это очень интересно, там достаточно много формализации. Если я правильно понял смысл, как это работает, то он как бы для... использует трансфинитные модели и пытается добавить к... Ну, исходит он из того, что всякое финитное множество, оно является конструктивным, с трансфинитными могут быть проблемы, то есть некоторые трансфинитные множества, не могут быть получены из предыдущих множеств, из финитных множеств. Делается это через натуральные числа, как раз, и, в общем, как раз смог получить такое множество, которое не сводится, ну, по своей... как бы по процедуре своего получения к другим множествам, и, соответственно, это множество не является конструктивным, вот для него, собственно говоря, эта аксиома выполняться не будет. Вот, и на самом деле подход Коэна, судя по всему, показал, что аксиома выбора, вот только-только ее, скажем так, Гёдель показал, что она... Да, кстати, я забыл упомянуть, что в рамках вот этого вот конструктивной теории умножения Гёделя, аксиома выбора, она еще и не аксиома, она теорема, потому что она выводится из аксиомы выделения. Вот, собственно говоря, почему Френкель и пытался, с Мостовски пытались они до сих пор показать, что она не выводится на самом деле, что это отдельная аксиома. А вот Коэн в 63-м году показал, что проблемой независимости аксиома выбора заниматься не стоит, потому что, строго говоря, аксиома выбора вообще неразрешима. На самом деле, этим же результатом, примерно там же Коэн показал, что гипотеза континуума тоже неразрешима, Кантеровская, в общем. Судя по всему, достаточно важная работа с точки зрения теории множества, вообще оснований математики. Ну и, соответственно, что делают обычно с аксиомами, вот, например, как с аксиомой свертывания, когда очевидно, что у них есть какие-то проблемы. Пытаются придумать какие-то особые, более слабые виды аксиом, и в параграфе 3 авторы как раз хотят рассмотреть несколько более слабых версий и посмотреть, может быть, более слабые версии могут выжить в рамках ZF. Ну, они так уже, скажем так, заранее говорят, что, судя по всему, даже более слабые версии нормально не доказываются из аксиом ZF. Вот. Значит, какие это есть более... Какие есть более слабые версии? Ну, одна из основных стратегий вводить более слабые версии аксиомы, как отвечают авторы, опираются на ограничения на кардинальной кардинальности. То есть мы будем ограничивать в какой-то мере количество элементов множеств, которые мы можем подставлять в аксиому выбора. Ну, самый простой подход ограничить просто кардинальность множества T, которые мы, собственно говоря, подставляем. То есть у нас будет что для всякого конечного множества T для всякого конечного множества T мы можем, соответственно говоря, найти такое множество, которое будет содержать по одному элементу из всякого подможества T. И вроде бы, конечно, хорошая идея, и так оно вроде даже работает, но отмечается, что в данном случае аксиома становится избыточной, потому что оно легко доказывается. Если, ну, по сути говоря, это теорема, опять же, получается. Для того, чтобы это продемонстрировать, они говорят, давайте представим, что T содержит единственный член для вот этого, ну, в этом самом множестве единственный член, соответственно, применяя применение данной аксиомы с единственным членом у нас будет проблемой логики, а не проблемой теоретико-множественной. Ну, по сути, имеется в виду, что нам нужно просто взять вот этот единственный элемент и, видимо, через логику предикатов его прогнать, и, в общем-то, эта проблема будет решена. Решена, прошу прощения. Вот. Но гораздо более сложной проблемой является, если мы будем считать, что у нас не само множество T аффинитно, конечно, а конечно являются, конечными являются подмножество T. И здесь приводится замечательная, по-моему, аналогия, такая неформальная Рассела, но он говорит, что вот, если у нас есть множество, пусть даже бесконечное множество, ботинок, ботинки, мы как бы, условно говоря, знаем, что бывают левые и правые, мы их легко отличаем друг от друга. И в этом случае нам не нужна никакая аксиома выбора для того, чтобы для всего бесконечного множества ботинок определить некоторую процедуру выбора, функцию выбора левого ботинка. Проблема начинается тогда, когда мы пытаемся выбирать среди множеств носков. Вот у нас есть бесконечное множество пар носков, и производители носков, они отличаются тем, что они редко делают какие-то отличительные знаки для условно-левых и условно-правых носков. То есть, я, например, точно не отличаю левые и правые носки. Соответственно, у нас вот это бесконечное множество пар носков, и мы как бы без у нас нет какого-то четкого алгоритма выбора для, допустим, одного из них. И вот для этого нам уже нужна какая-то аксиома, постулирование ее, для того, чтобы мы могли получить в любой момент функцию выбора хотя бы одного элемента из каждой из этих пар. Вот. Похожая же аналогия, собственно говоря, была в начале этого раздела у них про натуральные и действительные числа, то есть для натуральных чисел у нас, для выбора, допустим, самого большого натурального числа из какого-либо множества у нас есть алгоритм, и здесь аксиома выбора нам не нужна, а для выбора самого большого действительного числа, например, даже лучше не самого большого, самого малого, ну, соответственно, для того, чтобы у нас был алгоритм, нам нужна вот эта аксиома, собственно. Вот. Ну, как бы это ослабленная версия тоже в... и мы имеем некоторые проблемы. Ну, хорошо. Допустим, мы предполагаем, что у нас только члены данного множества T являются фенитными, и для простоты как бы они просто у нас являются парами. И теперь нам нужно понять, а может ли это слабейшая версия, как они ее называют, слабейшая версия аксиома выбора, может быть... может ли она быть доказана? И получается, что для действительных чисел, если туда попадают действительные числа, то снова все как-то не работает. Действительные числа, вообще, если так посмотреть за какой-то общей линией повествования, именно попадание действительных чисел в рассмотрении в рамках аксиома выбора, как правило, вызывает очень серьезные проблемы. И с действительными числами проблема. Если рассмотреть, допустим, ту аналогию, которая была в начале параграфа, представлен не аналогию, а прямое сопоставление аксиома выбора со вполне упорядоченностью. То есть, на самом деле, предполагается, что вот эти вот пары действительных чисел в рамках нашей слабейшей версии аксиома выбора, они должны упорядочивать ряд действительных чисел. Ну, как утверждают авторы, он этого... Эта аксиома этого не делает, даже в слабейшей версии, значит, здесь опять какая-то беда продолжается. Вот. Какие у нас еще есть следствия для... следствия от аксиома выбора, которые бы... от которых нам, условно говоря, не хотелось бы отказываться и так далее. Это известная аксиома зависимых выборов или зависимого выбора. Я так понимаю, что это, ну, такая своеобразная, ну, не ослабленная версия аксиома выбора, она какая-то более такая, что ли, строго формальная, ну, не знаю, как метафорично это писать, да и не надо, наверное. Вот. О чем она говорит? Если B это не пустое множество, а R это бинарное отношение, для каждого X, принадлежащего B, есть Y, который принадлежит B, такой, что X и Y образуют пару в этом бинарном отношении R, ну, и принадлежат R таким образом, то существует последовательность из X-ов, соответствующие натуральным числам, которые, соответственно говоря, попадают под это отношение. То есть, здесь речь идет о какой-то последовательности выбора. Вот. И утверждается, что это аксиома, аксиома зависимых выборов влечет аксиому выбора для счетного множества. И, как отмечалось выше, аксиома выбора недоказуема для случая, когда T это счетное множество, множество действительно чисел, таким образом, а аксиома зависимых выборов недоказуема тоже. И вот, когда я искал, ну, так уже отдельно по ссылкам, которые, ну, они ссылаются на Бернауса или Бернаиса того же самого, извиняюсь, не знаю, как правильно производится. Вот я произносится, я посмотрел его работу и те следствия, которые у нее есть, вроде бы аксиома зависимого выбора, она чуть ли еще и не более любима в рамках теории множества, чем сама аксиома выбора, то есть ее это бы очень сильно хотелось иметь, но и с ней тоже возникают проблемы, и все из-за действительных чисел. Вот. Ну, еще упоминается по Дедекинд, который определял множество, финипное множество как нерефлексивное, и они пытаются определить вот Дедекиндовое определение конечности, финипности, точнее, эквивалентно ли определению финипности, которое дается здесь, отмечая, что да, это примерно то же самое определение. Вот. И опять же возникает проблема с тем, что в ЗФ невозможно доказать, что всякое бесконечное множество действительных чисел включает счетное подмножество. Бесконечное множество действительных чисел, вот у нас есть какое-то, хоть множество всех действительных чисел, и мы не можем доказать, что в нем есть хоть одно счетное подмножество. это, ну, короче говоря, проблема очередная. Вот, ну и в завершение вот этого вот параграфа про более слабые версии, они как бы отмечают, ну, в общем-то, они говорят, что да, в итоге самые различные версии, ослабленные версии аксиом выбора, они как бы проваливаются, и у них не получается выступать как замена аксиом выбора и так далее. Несмотря на это, ну, у меня тоже достаточно так иронично показалось, что по большому счету аксиом выбора, она ведь, ну, после результатов коина, она, ну, практически ни в одной формальной системе, которые, ну, считались бы, скажем так, приемлемыми, она, собственно говоря, аксиомой-то не является, то есть нигде она как бы постулируется как аксиома, ну, как и все аксиомы, но при этом возникают проблемы с ее непротиворечивостью, ну, там, то, что она неразрешимой оказывается, вовеки неразрешимой, возникают проблемы с ее независимостью, то есть, ну, я так понимаю, что это такая очень сложная проблема, которая имеет очень много следствий, ну, например, в частности, следствия в отношении аксиомы зависимого выбора. Вот, то есть такое неутешительное завершение первой частью про аксиому выбора, но могу уже заранее сказать, что, ну, хоть как бы в качестве доклада я пока не готов про это рассказать, но параграф я до конца дочитал, и, в общем, на самом деле нельзя отказываться от аксиомы выбора исключительно потому, что она, как бы, имеет какие-то технические затруднения. У нее, на самом деле, следствия, ну, своеобразные, так можно сказать, более глубокие, у нее есть очень много областей применения, и, да, с техникой проблемы, но это еще не значит, что ей не имеет смысла заниматься и так далее. Вот, а пока в первой части у меня все, во второй я уже сказал, что речь пойдет о каких-то более содержательных вещах. У меня есть пара вопросов по тексту, если позволите, я бы их хотела задать сразу. Да, конечно. Страница 59. Речь идет про доказательства независимости аксиомы для вот этих вот систем с бесконечным количеством индивидов. Просто само доказательство мне, они тут говорят, что они не будут погружаться в детали, но, значит, какое-то изложение сути этого доказательства они дают. Ну, и мне, в общем, оно показалось непонятно. Вот, второй абзац, начиная со слова «синс» и до конца. Если кто-то понял и в состоянии попробовать как-то это пояснить, я была бы очень рада. Никто, видимо, не может ответить на этот вопрос. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Значит, начиная с конца этой страницы и переходим на следующую страницу, значит, изложение того, как Гёдель доказал непротиворечивость аксиомы выбора для своей системы ZC+. Значит, на 60-й странице, там небольшой абзац в середине, который начинается с «the next step», и вот после слова «finally» написано, что, значит, в итоге он показал непротиворечивость системы ZFC+, и таким образом показал непротиворечивость системы ZFC, потому что любое противоречие, которое может быть выведено в ZFC, может быть выведено также и в ZFC+. Само по себе это не вызывает у меня никаких проблем, но тут вот вспоминали в связи с этим про результат Гёделя о том, что, значит, средствами формальной системы нельзя доказать ее собственную непротиворечивость, ну, если я правильно излагаю. Так вот, что здесь, как я понимаю, получается? Здесь получается, что в ZFC+, была доказана непротиворечивость системы ZFC+, в качестве промежуточного результата, и мне кажется, что это противоречит утверждению Гёделя известному. Если нет, поясните, что я поняла неправильно. Меня это несколько смутило, ну, здесь как бы не поясняется этим самым файнали, каким образом было показано, что ZFC+, непротиворечиво. Может быть, кто-нибудь знает, как она именно, как именно показывается, что она непротиворечива, потому что до нее я не добрался до таких деталей, как там эта Гёдель делает. Ну, здесь надо вспомнить о том, что значит быть непротиворечивой для некоторой формальной теории. Для некоторой формальной теории быть непротиворечивой означает, что у нее есть модель. Вот, соответственно, если мы можем построить модель для ZF, там, ZFC или ZFC+, то, соответственно, она будет автоматически непротиворечивой. Потому что у противоречивой теории модели нет. соответственно что сделал йоды он с помощью вот этого введения так называемого конструируемых множеств до добавление вот этого так все мы конструирование и соответственно то что дальнейшем было названо конструируемой конструируемым универсумом он по сути построил внутреннюю модель так называемую которая удовлетворяет зафц вот соответственно показал что модель такая существует это значит что теория не противоречила если очень кратко то примерно так то есть тут не доказывается мы не внутри теории доказываем что мы не можем вывести противоречие там еще что-то мы просто показываем что модель есть чем это принципиально отличается от того что мы показываем что невозможно вывести противоречие если существование модели это и есть доказательство но тут получается это как бы косвенное доказательства то есть мы напрямую не доказываем что их в реалии противоречива но если теория непротиворечива то у этого есть следы что у теории есть модель мы доказали что есть модель ну значит она они противоречивы чего тогда и вот не выводим утверждение о том что теория не противоречива то есть мы не выводим например утверждение что не существует доказательства того что мой равен единице там или чего-нибудь вот в этом роде мы не выводим такое утверждение в этой мы просто показано что у нее есть модель но это есть следствие того что теория не противоречива поэтому это как бы ну ну и там гёдель же показал что как бы его результат заключается в том что отрицание этих аксиомы выбора не является теоремой то есть он показал независимость отрицания аксиомы выбора и это сделано вот благодаря вот этим рассуждениям то есть одновременно его результат показывает что отрицание аксиомы выбора не является теоремой и одновременно что zf и zfc соответственно не противоречива но нет они так точнее там zfc не противоречива при условии что zf не противоречива вот так то есть мы исходим из того что в начале параграфа указано что допустим zf не противоречива и мы рассматриваем добавляет ли аксиомы выбора противоречия или не добавляет ну и вот гёдель показал что нет понятно а для zf модели нет получается постройки но для zf модель гёдель по крайней мере не строил ну я не только про йоделя в принципе ну это вообще неразрешимый вопрос я думаю то есть у нас все равно непротиворечива должна быть относительный zfc непротиворечива относительно zf относительно чего не противоречива за это уже как бы большая проблема может быть она не противоречива относительно какой-то более простой теории мы не знаем допустим будет доказано что мы можем с помощью арифметики теории может выразить конечно в это сложно поверить но допустим такое случилось а у нас есть как бы такая естественная убежденность в арифметике докажем непротиворечивость zf через непротиворечивость арифметики а непротиворечивость арифметики обосновывается нашей интуиции нашим опытом ну понятно и то есть в итоге результат коэн это заключается в том что он применил тот самый форсинг по отношению к модели йоделя и ввел туда не конструктивное множество правильно понимаю и тогда он перестал все работать но получается он построил как бы тоже подобно геоделю строит модель но только это несколько более сложной модели она у него получается эта модель для zf и отрицания все мы выбора то есть у геоделя модель она выполняла zf и аксиомы выбора а здесь zf и отрицания все но то есть получается что как бы вот двойной в этот результат когда мы его вместе берем тогда вот эти вот оба результата не говорят о том что аксиомы выбора независимо цех то есть мы можем к zf добавить и аксиомы выбора и отрицание аксиомы выбором и общем ничего как бы не изменится мы не можем различить между ними и та и другая нормальная хорошая непротиворечивая теория при условии что zf противоречим и при этом и та и другая и zf да и при этом ни та ни другая не выводится из zf ну хоть независимость показали было небольшое небольшое как бы корректировка в некотором смысле вот как раз для того слайда который показан вот этого таксиома выбора с двумя звездочками там в тексте говорится что она более полезная чем все остальные варианты и в тексте там написано даже почему там говорится о том что там и мы можем любое множество ты брать не обязательно члены а ну понятно единственное у меня тоже будет небольшая корректировка дело в том что презентацию выключил еще полчаса назад это страшно что она до сих пор показывается вот но самая-то большая и интересная техническая и философская что самая главная проблема связана с аксиомой выбора это все-таки ее очевидность аксиома выбора же не определяет конкретную функцию как производить выбор то есть она говорит о том что существует некоторое множество которое какому-то условию удовлетворяет а что это за условия мы не знаем как можно считать это аксиома очевидным в этом случае я подожди я так понял что аксиома выбора ну да она не говорит что она конкретную функцию определяет она говорит о том что эта функция в принципе есть какая-то мы не знаем какая она то есть она не просто говорит о том что у множество есть элементы она говорит о том что допустим мы берем дезинктивное множество соответственно и их внешнее произведение будет не пустым это следствие аксиома выбора внешнее произведение дезинктивного множества является не пустым если она не задержит пустого множества в качестве элемента то есть это множество всех возможных ну то есть это множество всех множеств представителей для некоторого дезинктивного множества не содержащего пустого в качестве элемента и как мы это множество конструируем то есть когда вот мы рассматривали предыдущее аксиома там было понятно вот у нас есть допустим какое-то множество мы можем пару сделать ну там два например множество мы можем из них пару сделать вот понятно как это делать а как сделать вот это множество представителей непонятно мне представляется что по смыслу аксиома выбора является в некотором роде обратной по отношению к аксиоме замечения которые мы разбирали в прошлый раз вот в таком смысле во аксиоме замечения утверждается что мы можем составить множество ставя в соответствие каждому элементу уже существующего множества какое-то другое множество а тут значит говорится что мы можем составить множество ставя в соответствие какой-то значит элемент каждому каждому множеству из множества множеств заранее имеющих и у меня как-то мне представляется что если аксиома замещения мы можем читать ее интуитивно убедительной очевидной то и с аксиомой выбора никаких проблем быть не должно является достаточно достаточно характерным тот факт что именно первоначальная как бы каноническая формулировка аксиома выбора включает и то есть там упоминается именно расчлененное множество хотя потом доказывается что эквивалентная формулировка может то есть формулировка в которой это признак расчлененности опущен она эквивалентна то есть она доказывается из канонической формулировки но при этом именно за аксиому то есть за интуитивно очевидно берется формулировка с этим признакам ну потому что она действительно то есть именно она как-то не вызывает вопросов то есть если множество из которых мы выбираем по одному представителю не имеют общих элементов то тогда какую бы мы не использовали функцию выбора никаких нарушений возникнуть не должно ну просто как они возникнут если если каждый элемент который мы можем выбрать вне зависимости от того какую функцию используем каждый элемент каждого множества встречается только в этом множестве и большинстве а вот и интересно работает ли аксиома выбора если мы допускаем индивидов и бесконечное количество индивидов которые не являются множеством ведь не факт что мы должны осознавать каждый индивид как множество можно строить альтернативные можно строить альтернативные каждый элемент как множество ну наверное речь не идет о том что мы должны это делать насколько я понимаю если мы применяем теорию потому что ну множество альтернативные не осознаем элемент как множество когда мы отходим от теории чисел просто у нас есть компьютер который ну бросает игральные кости выдает что-то в качестве индивидов которые порождают некоторую совокупность которую можно и называть множеством а можно и не называть множеством так как имеется бесконечное число индивидов которые в общем-то никем не осознаются как множество насколько я понимаю вот такая как это интуитивное понятие индивида короче говоря оно не очень здесь подходит потому что индивиды определяются как нечто у чего отсутствует внутренняя структура и таким образом они не отличимы друг от друга кроме как грубо говоря и таким образом непонятно зачем их бесконечное количество если они не отличимы друг от друга в этом смысле как-то принцип экономии мышления говорит нам о том что если мы можем обойтись одним индивидом то наверное лучше обходиться им наверно можно согласиться да принцип экономии мышления как-то перестает работать в подобной ситуации это так немножечко посторонние размышления они выводят за рамки смысла рассматриваемой теории у меня у меня был совсем такой нубовский вопрос для актемы выбора вводится ограничение на то что исходное множество не должно содержать пустое множество у меня здесь вопрос почему так ну то есть понятное дело что она тогда будет работать как-то по-другому и будет делать другие другие вещи конечноум почему допустим если у нас есть множество которое содержит пустое множество и множество из двух чисел один и два например и тогда применяя некоторый аналог аксиому выбора для ситуации когда мы можем использовать для множеств с пустым множеством у нас получится два множества 0 1 точнее но это 0 не множество 0 1 множество из пустого déjà множество Baba и одного куда мы видим передостаточно пустого множества и двух. Вот. И как бы вроде бы это вполне же нормальные какие-то множества, почему нельзя в таком случае применять некоторый аналог аксиома выбора. Ну, во-первых, это противоречит теореме номер 5. Теорема номер 5 как раз таки показывает, что если дезинктивное множество содержит пустое в качестве элемента, то тогда внешнее произведение будет пустым. Значит, почему оно будет пустым? Ну, вот возьмем такое множество, которое ты предложил. Оно содержит в качестве элементов пустое множество и множество, содержащее единицу и двойку. Из множества единицы и двойки мы можем выбрать, то есть у нас есть функция, которая позволяет выбрать один из этих элементов. Например, это взять наименьшее число функции, выберем единицу. А что мы возьмем из пустого множества? Пустое множество не содержит ни одного элемента, мы ничего взять не можем. Вот и все. Ну, вот я о чем и говорю, что я в этом случае предлагаю, если под квантер в данном случае попадает пустое множество, нам нужно выбирать из пустое множество, то на выходе просто выдается пустое множество, записать это как условие отдельное. А если у нас будет ситуация, когда у нас есть пустое множество и множество, содержащее пустое множество, то что у нас тогда будет выбрано? И там, и там пустое выбрано. Но они же разные. Все понял. Да, все, я понял. Вот поэтому вопрос и такой. Да, понятно. Вот по поводу бесконечного множества индивидов. Мне кажется, если мы разберемся с рассуждениями Фрэнкеля на 59-й странице, о чем Аня спрашивала, то тогда, может быть, нам что-то станет понятно по этому поводу. Вот мне в этом рассуждении остается неясным следующий момент. По крайней мере, он точно мне непонятен. Насчет остальных я, может быть, сомневаюсь. Мне здесь непонятно предложение, которое начинается с ЗАС. Вот там говорится о том. Таким образом, можно допустить, без получения какого-либо противоречия, что имеется бесконечное множество I индивидов, и в то же время, что всякое множество связано тем же самым способом со всеми индивидами, за исключением их конечного числа. В частности, только подмножество I являются конечными подмножествами и их дополнениями. Вот это мне вообще непонятно, что здесь говорится. То есть тут, видимо, потом вот тут говорится о том, что из аксиомы выбора следует, что всякое бесконечное множество является объединением двух дизъюнктивных бесконечных множеств. Ну и потом говорится, что те допущения, которые мы только что взяли, и мы считали, что они непротиворечивы, они оказались несовместивыми с аксиомой выбора. То есть, видимо, здесь имеется в виду, что вот у нас есть бесконечное множество индивидов, оно таким образом должно быть составлено из двух дизъюнктивных бесконечных множеств. Тоже индивидов, соответственно. Но мы не знаем, поскольку у индивидов нет внутренней структуры, и тут ранее предложение, где начинается на СИНС, тут говорится о том, что нет никакой характеристики, которая отличает один индивид от другого. Соответственно, как мы можем выделить два дизъюнктивных бесконечных множества индивидов, чтобы их объединение составляло то самое множество индивидов, о котором и ведет речь. Поскольку индивиды неразличимы, мы не можем сказать, что у нас есть вот эти два дизъюнктивных бесконечных множества индивидов. Видимо, так. Но вот это предложение мне остается непонятным, которое я назвал. Что значит «всякое множество связано тем же самым способом со всеми индивидами»? Остается мне лично непонятным, что такое вот... О какой асимметрии идет речь? Асимметрия, которая тут в кавычках употребляется. То есть метафорическая какая-то асимметрия. Вообще непонятно, что за метафорическая асимметрия такая. Мне кажется, тут речь идет о том, что как раз единственным способом как-то выбрать из этого множества индивидов для того, чтобы использовать аксиомы выделения, является выбор по номерам. Как-то они у нас пронумерованы. И вот мы, допустим, говорим, что мы выбираем все индивиды с четными номерами. Или что-то такое. Однако, ну то есть, и в связи с этим я понимаю, опять же в кавычках понимаю, мне представляется, что то, что написано дальше, может означать, что... Значит, когда мы... Даже если мы выбрали какие-то как-то индивиды по этим номерам, выставили из них множество, это итоговое множество, посмотрев на него, мы как бы не сможем их узнать. Мы не сможем обратно из него провести соответствие к тем элементам первоначального множества индивидов, которые... которые в это множество попали. То есть, обратную функцию не сможем составить. И это что-то там доказывает. Ну, не знаю, имеет ли то, что я сказала, какое-то отношение к действительности. Но это вот единственное, что я могу придумать на это еще. Да. Идея, мне кажется, интересная. Но что такое новое? Ну, что он выступает? Вот здесь, видимо, имеется в виду, что какой-то индивид выступает в качестве значения для параметра с некоторым номером. Ну, тут имеется в виду во всем свертывание, и там перед ней квантеры общности по переменам z1, zn в полной версии записан. Вот, соответственно, то, что является значением для z1, это первый индивид. То, что значение для z2, это второй индивид. Возможно, так. Но мы действительно не можем как бы обратно восстановить этот порядок, поскольку индивидуи друг от друга не отличимы. Мы их заново не сможем так же перенумеровать. Именно в том порядке, в каком они у нас появились. А появляться они могут с помощью генератора случайных чисел. Ну да, например, так. Если через генератор случайных чисел, то мы как раз можем отследить. Ну, теоретически. У нас будет правильный генератор. True. Понятно. Разборный генератор. То есть не псевдо случайных чисел, а настоящих случайных чисел. В подобном случае, наверное, мы забудем теорию множеств, займемся теорией генерации, и она будет содержать проблемы аналогичные тем, что мы встречали теорию множеств. А как обстоит дело в конструктивизме с аксиомой выбора? Я немножко посмотрел. Ну, я так понимаю, что там она может быть сохранена. Просто там вводится дополнительное условие, что для функции, которая получается, ну, предполагается аксиомой выбора, предполагается также, что у нас есть некоторая информация о том, что выбираемый элемент действительно принадлежит определенному множеству. Но я не совсем понял, как это работает. Ну, поскольку у конструктивизма в разных существует некоторое количество вариантов, в разных версиях по-разному к этому относятся. Есть конструктивизм, который отрицает аксиомы выбора, есть конструктивистский подход, где аксиома выбора все-таки сохраняется. Ну, и разные авторы, соответственно, по-разному обосновывают, почему ее надо сохранить и как она связана. Эта тема, этому посвящен целой толстой книге, в больших количествах опубликованной. Ну, потому что там вот у нас получается вообще у нас как бы интересные ситуации есть, что аксиома выбора в некоторых вариантах, если мы ее признаем, то она... Ну, вот у нас есть какая-то конструктивная теория. Для некоторых конструктивных теорий, если мы аксиомы выбора добавляем, то тогда у нас получается закон исключенного третьего вводится. А, соответственно, для конструктивизма это плохо. А в некоторых других конструктивных теориях, если мы аксиомы выбора добавляем, у нас не выводится закон исключенного третьего. И это хорошо. То есть тут зависит от того, что у нас является базовой теорией, и зависит от того, как мы понимаем вообще вот этот вот выбор. разных вариантов большое количество. Все же вот этот вот пассаж меня вызывает вопросы по поводу того, что вот всякое множество связано тем же самым способом со всеми индивидами. Ну, то есть понятно, это имеется в виду, что мы не можем индивидов отличить друг от друга, и поэтому у нас как бы различия между функциями, которые сопоставляют множество в индивиды, отображают множество в индивиды, у нас как бы нету. Ну, а потом говорится, что за исключением их конечного числа. Что вот это значит? Исключение. Вот это мне тоже непонятно, что всем. То есть, может быть, если индивиды в конечное число, тогда мы можем различать между вот этими функциями, которые отображают множество в индивиду. А если бесконечное число индивидов, тогда не можем. Может быть, вот это имеется в виду. Ну, то есть, оно тогда получится, что некоторые множества сопоставлены. Вот у нас есть функция 1. Она сопоставляет, там, у нас, допустим, 4 множества всего. А индивидов... Нет, давайте 4 индивидов. Она первое множество сопоставляет первому индивиду, второму, второму, третьему, третьему, четвертому, четвертому. И какие-то остальные множества у нас остаются, которые не сопоставлены никаким индивидам. А следующая функция, она сопоставляет, допустим, пятое шестое седьмое восьмое множество этим индивидам соответственно мы различаем по множеству эти функции по аргументам хотя значением не будут одинаковы наверное раз мы не можем индивиды отличить друг от друга непонятно но вот у нас есть конечное число но вот допустим у нас есть значит какие-то функции что они собой представляют это отображение множеств это отображение множество множеств в множество индивидов которых конечное число то есть множество нас может быть хоть сколько а индивидов у нас допустим 3 вот давай так сделаем соответственно у нас есть функция которые там не знаю пустое множество множество там синглитон из пустого и множество которое содержит себе пустое и синглитон из пустого сопоставляют каким-то трем индивидам вот эти вот наш без разницы как у нас есть другая функция которая берет сначала например уже теперь не пустое множество синглитон и множество из пустого синглитона а например берет там для начала множество содержащие там 10 каких-то элементов неважно как они так сделаны и сопоставляют какому-то индивиду из наших трех потом берет следующее множество из 20 элементов и сопоставляют какого-то из этих индивиду потом из 30 и сопоставляют это же разные функции у них как бы аргумент это разные они определены для разных объектов значение одинаковые да но получается домены у них да это так и поэтому как раз непонятно почему вот эта ситуация с конечным числом индивидов она противопоставляется ситуациям ну вот смотри если у нас есть бесконечное число индивидов помогите функции отличить друг от дружки не сможем у нас как бы а когда у нас конечное число то мы их отличаем потому для каких множество не определены то есть у нас функция не имеет для пустого множества какая-то а какая-то другая имеет для пустого множества значения а если у нас бесконечное число индивидов когда у нас пустого множества обязательно будет сопоставлен как подвиги все понятно но только остается неясным следующее замечание в частности говорится только под множество ай множество индивидов являются конечными подмножествами и их дополнение а единственные подмножествами а являются конечные подмножества их дополнение но и тут дается ссылка на мастовского это надо смотреть почему это так непонятно видимо имеется ввиду что если мы хотим задать функцию которая были из этого множества ай выбирала бы какие-то индивиды и объединял бы их под множество то тогда единственным осмысленным способом каким мы можем задать эту функцию это вот как раз значит сделать ее сделать сделать это под множество конечно соответственно сделать область ее определение конечно ну и тогда у нас будет две функции то есть точнее не две функции а два под множества множества ай то которое значит является областью определения этой самой функции и то которое остается если мы область определения этой функции из множества а и заключим а что мы должны рассматривать в качестве дополнений для конечных множеств но все что не входит их но это будут бесконечные множеств но если у нас изначально и бесконечные мы выделим конечное под множество то тогда дополнение видимо должно быть бесконечным но вот это плохо если бы были только конечные то все проблемы разрешили с этой точки зрения рассуждения вроде бы выглядеть более менее понятно дальше написано что это утверждение что единственным способом выделить под множество и множество ай является значит выделение конечного под множества и его дополнения противоречит следствию за аксиома выбора что любое бесконечное множество является в общем представляет собой объединение бесконечных под множеств то есть у нас должны быть оба бесконечные а получилось одно конечное одно бесконечное и это означает что за все мы выбора нам обойтись нельзя но тут скорее получается о том что вот эти допущения которые мы выбрали они не совместимы с аксиомой выбора соответственно аксиома выбора у нас вот при таком подходе это же фрэнкель доказывает независимость аксиома выбора то есть выбора у нас не следует если мы вот из этих допущений исходим но это не значит что она нам обязательно нужно просто следует если она невыводима так точнее ну конечно было бы неплохо обходиться с конечными только множествами но если у нас только конечное множество тогда у нас действительных чисел нету с этим мало кто будет согласен такие если у нас бесконечные вы счетные действительно ну да даже счетных множеств нам не хватает